Ну что народ, всем привет, Брулёв на связи и сегодня мы сделаем небольшой обзорчик на обновление лаунчера Аризона РП. Если вы уже видели это всё, то просто дайте знать в комментариях, откуда видели, на моём стриме, да, мы только что его закончили. И слушай, неплохие показатели он набрал. Поскольку тема такая интересная, я решил отдельно для вас записать видосик и сделать полноценный обзор на всё то, что добавили в новое обновление. Поехали! Для того, чтобы нам вообще лицезреть новое обновление, нам нужен лаунчер и честно, я уже больше месяца с ним играю. Я забыл, что такое сборки для сампа, весенние, зимние. Я реально влюбился в лаунчер, в ванильную версию сампика и тем более с дополнительными приколами от самой Аризона. Итак, мы с вами на сервере и первое, что бросается в глаза, лично бросилось мне в глаза, это чат. Как видите, он прозрачный и нет, это я не нажал F7, чтобы сделать его вот таким прозрачным. Это обычный чат. И он приходит в своё нормальное состояние, убирает эту прозрачность только тогда, когда вы начинаете им пользоваться. То есть, остановились и нажалевшись. Бам! И он с таким плавным переходом становится непрозрачным. Начинайте бегать. И чат постепенно у вас становится прозрачным. Следующее обновление связано с репортом. То есть, оно напрямую связано с администрацией. И теперь, после того, как к нам приходит какой-то репорт, мы его сразу видим под нашей строкой. Вот здесь. Жалоба от Игоря Шевченко. Привет, Фени Лирсу. Нажать кнопку следить, следить за ним. Либо ответить на репорт. Но вы не думайте, что Аризона сделала обновление чата только для админов. Теперь при нажатии клавиши Tab вы можете менять, куда ваш текст будет оправляться. Либо в обычный чат, либо в нунрп чат. То есть, вам не надо теперь писать вот так, слэш б, и вот после этого писать слова. Нет. Теперь вам достаточно просто тыкать на кнопочку Tab. И здесь даже есть чат, где вы кричите. То есть, у вас персонаж автоматически кричит. И это очень круто. Ну а теперь мы переходим к самой интересной части. Это новые скины и новые машины. В прошлом обновлении Аризона добавила вот такой вот гелик. РС-6, если не ошибаюсь, Мерседес. В этот раз они нас порадовали тоже не менее интересными машинами. 616-й айдишник у нас занял вот такой корвет. А мы уже на стриме его проверяли. Едет он в районе 240 км в час. То есть, это не самые быстрые тачки. Пока что без понятия, где его можно купить или взять. Я лично не знаю. Если что, вы пишите комментарии. Но корвет как корвет. Че? Вроде прикольно. Следующее это у нас не спорткар. И даже не знаю что. Наверное, обычный такой цивил транспорт городской. Шевролет какой-то. Как он тут у нас называется? Шевролет Круз. А ну-ка, пацаны, признавайтесь. У кого в семье такой? Тачка что на нее сказать? Ну, обычная заменочка. Ну, такая типа как. ДНК себе будет лучше. Само собой. Ну, а следующий, как вы уже поняли, это у нас Лексус. Честно, я не помню его название. ЛХ. А во. ЛХ 570. Здоровый такой джипик Лексус. Ну, модельки такие мне не очень нравятся, честно говоря. Не очень я такое люблю. Тем не менее, заменка как заменка. Блин. На самом деле, не знаю даже что про них рассказывать. Вы сейчас тогда сидите, тупите. Нахуй ты, Брулев, этот ролик снимаешь. Да я даже не знаю, что тут рассказывать про тачки. Вот такая заменка. Я вам просто показываю про обнову. Следующий, самый любимый мой транспорт из этой обновы, это Porsche 911 Turbo S. То есть, это, наверное, наподобие Кометы, заменочка. Но, блин. Поршик реально такой сочный, вам не кажется? Он, на самом деле, и скорость неплохую показывает. И выглядит неплохо. Вот эта моделька мне больше всего зашла. Прям, 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 прям 10 из 10, реально. Ну, так и шо, пацаки, мы далеко с вами не отходим. И следующий у нас еще один Porsche, только Porsche Cayenne. Cayenne Turbo. Такие модели мне вообще не нравятся. То есть, Porsche Cayenne мне вообще не заходит даже, вот, что в игре, что в реальной жизни, вот, были бы деньги. Я бы себе такую машину не купил бы. Но, любители Cayenne, Porsche, поздравляю, теперь на Аризонке можете кататься на своей любимой тачке. Что-то мне подсказывается, что какую-то машину я пропустил, но вроде все тачки я вам показал. И теперь, наверное, самое интересное, это новые скины. Самый первый скин, это у нас скин основателя и разработчика Аризона, это валик. Кстати, мне на стриме сказали, что скин тут уже был несколько месяцев. На мое удивление, я его никогда не видел. Но я вам так скажу, это самый жесткий скин, потому что моделька, ну, просто один в один. Вы посмотрите, кто знает, как выглядит валик. Ну, очень, очень похоже. На курточке тут у нас Аризоночка, сзади у нас Аризоночка. Что там у нас по ботинкам? Дымоход. Что это у нас, адидасы какие-то? Ну, и какие-то порванные джинсики. 313, как я понял, это кто-то из разработчиков, как мне передали, вроде бы Альберт. Хотя я могу ошибаться, но нас это не сильно интересует. Тут у нас опять какой-то скин. Возможно, опять кого-то из разработчиков, я без понятия. Я не знаю, кто это. Мы пытались на стриме понять, кто это. Мы не поняли, кто это. Думаю, следующий скин сразу будет вам понятен. Мораз, у тебя башка немножко... Что-то дырка какая-то там, звука, вмятина, ебать. Да, это скин Мораз Шакура, и на самом деле он тоже бомбезно выглядит. Только в плане одежды он какой-то дед или бомж, непонятно. Но это круто, реально. Это круто, когда у тебя в Саймпе есть свой скин. А, 316. Ну что, писюны намокли уже или нет? Нет, Морген Штрудель. Теперь вы можете бегать на Аризоне за Морген Штерна и включать... Ice to Ice там... Ice... Цеп на мне то Ice. Элла и кипончик, курточка, как у него, с бабочкой. Ну, какие-то, наверное, супер дорогие блатные штаны. Кроссовочки какие-то, NBA. Ну и по сути всё. А, ебай, часики у нас там, роликсы ещё какие-то. Ну, вот такой скинчик. Следующий мой любимый скин. Скин Данте. Каждый раз, когда я его вижу... Тупо в смех. Это, наверное, просто пушка. Это, наверное, самый забавный, самый такой смешной скин. Ну и он похож на Данте. И, Егор, я тебя поздравляю. Тебя добавили в сампик. Я завидую, да. Я б хотел бы себе тоже свой скин. Стас, добавьте мой скин, пожалуйста. Но Данте в шляпе, в очках, в галстуке, в пиджаке. Выглядит смешно. Ну и круто. Теперь ждём видосов от Данте в его скине. 318-й. Это у нас кто? Конечно, да. Это у нас какой-то ребёнок ДЦП. Но на самом деле это Делорензи просто чё-то... Как я понял, он, может, не доработан ещё. Но чё-то на Делорензи он не сильно смахивает. Как я понял, запретить аниме это... Бренд и это шмотки Делорензи, которые он продают. Вон даже значок вес рэпа есть снизу. Следующий скин тоже в шапке Аризоны, в кепочке, в какой-то блатной фиолетовой куртке типа Stone Island. Ой, не Stone Island, да. Что это? Нурфейс? Нурфейс, да, такие куртки? А ну-ка, хайп бесты. Расскажите мне. Это у нас Батори. Ну, отчасти да, да. Он похож. Отчасти, да. Да, есть такое, есть, есть, есть. Но, честно говоря, не так сильно, как Барас, либо Данте. Так, и 320 скина у нас больше нет. То есть, это у нас последний скин. Теперь я хотел бы услышать от вас, какой скин вам больше всего понравился. Скин Валика. Скин, скорее всего, какого-то разработчика. Скин ху** повиковой. Либо это Андрей Рыжаков, либо это Саня Чубаков. Скин Данте. Я за Данте голосую. Так, скин Долорензи недоделанный. Ну, или скин Батори. Ну что, пацаки, это был вот такой экспресс-обзор. Больше мне вам рассказывать нечего. Если вам понравилось, поставьте лайк. Пишите в комментарии, какой скин вам понравился больше всего. Подписывайтесь, чтобы приходить к нам на стримы. Ведь на стримах все самое свежее и самое интересное. Жду вас на стримах каждый день. Включайте напоминания, подписывайтесь и не пропускайте. Всем пока. Кстати, лаунчер можете скачать по ссылке в описании. Я играю на седьмом сервере, Arizona RP Mesa, ник мой JackSilence, промокод HashtagSilence. Все есть в описании. Всем пока.